итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 23 декабря давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейшей перспективы движения видим что евро вернулся к нижней границе бокового канала вчера был у нас образован отличная точка входа на продажу от 06 59 дополнительно у нас были продажи от 06 18 и собственно на хороших данных по пересмотру ввп сша за третий квартал в лучшую сторону состоялась вот это движение вниз но видим на азиатской сессии уже откупили движение и опять же торговля ведется около середины бокового канала что сохраняет на рынке равновесие британского фунту повезло намного меньше там данные пвп разочаровали было соответственно сокращение темпов роста и видим что фунт провалился к очередному недельному минимуму в район 20 фигуры там у нас также были образованы отличные точки входа и на покупку и отличные точки входа 2057 у нас были вчера на продажу в общем много было интересных сигналов как никогда фунт рисует отличной точки входа кому интересно дополнительно ссылки будут в обзоре на сделки и там на сайте компании ста форекс я конкретно разбирал где как я входил что касается сегодняшнего дня давайте для начала посмотрим экономический календарь все у нас базовый индекс расходов наличное потребление публикуются у нас данные по доходам данные по расходам американцев не думаю что этот параметр как-то в конце года существенно повлияет на решение федеральной резервной системы но в какой-то перспективе отразится он инфляции что также немаловажно в текущей ситуации когда федеральная резервная система агрессивно повышает процентные ставки интересные данные будут по продажам нового жилья сша видим что за ноябрь прогнозируется сокращение показателя поэтому не исключено что более слабые данные могут ограничить нисходящий потенциал пары евро доллар и сохранить баланс на рынке уже в конце этой недели теперь давайте технической картине есть у нас середина канала на 618 и будем от нее отталкиваться неудачная попытка закрепления выше формирование ложного пробоя сигнал на продажу в принципе как и аналогичная ситуация с 0659 продавать на отскок буду только от уровня 0703 в случае прорыва выхода пары из бокового канала в расчете на коррекцию хотя бы в 25-30 пунктов если 0618 к движению к 0576 прорыв с обратным тестом снизу вверх этого диапазона усилит давление на евро и выйдем на 0535 и 0495 от 0495 буду покупать на отскок как принципе от 0535 что касается британского фунта здесь ситуация более сложная если быки забирает 2057 в первую половину то сверху вниз этого диапазона может привести к более резкой коррекции на 2105 здесь буду продавать столько наложено пробой либо продажи насколько 2116 если у нас будет формирование на 2057 ложного пробоя то опять же рассчитываю на снижение к 2003 но смотрите замок где смотрите за дивергенции не думаю что в конце этой недели медведи будут действовать более активно скорее всего будет фиксация прибыли поэтому ложный пробой на 203 хороший сигнал на покупку либо покупки насколько уже 1955 еще раз повторюсь продавцы будут активно действовать 2057 либо наложенном пробое от 2105 всем удар